Распознаванием речи 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 Речи сейчас, конечно, на слуху, и это даже немножко огорчает, когда ты слышишь новости о распознавании речи в новостных каналах по телеканалу ЛРТР, то это немножко расстраивает, потому что хотелось бы, конечно, чтобы это была более такая нишевая область. Но вот сейчас это у всех на слуху, у каждой пользуется голосовыми ассистентами, у всех есть умные колонки и так далее. В то же время, хотя вот кажется, что распознавание речи прекрасно работает, естественно, есть многие нерешенные проблемы и те вещи, которые не позволяют сказать, что мы эту проблему распознавания речи решили. Ну вот, например, одна из таких вещей, которая легко тестируется во всех системах распознавания речи, хоть Гугла, хоть Яндекса, это распознавание таких вот незнакомых слов. Русский язык достаточно богатый, вы можете придумать в нем любое такое вот необычное слово, подумав 3 секунды, да, и протестировать на своем мобильном телефоне, распознается оно или нет. Ну вот, я вот придумал слово тропигамба, можете любое другое придумать, медленно, четко произносите его, естественно, ни Гугл, ни Яндекс такое слово не распознает. Это говорит о том, что вот те алгоритмы, которые у них используются, достаточно стандартны, что они работают со словами целиком, не пытаются комбинировать различные звуки, и вот как бы это тот момент, который стоило бы решить. Есть и другие вещи, которые очень легко протестировать, и которые именно показывают то, что современные системы достаточно жестко построены, и не всегда гибко соответствуют тому, что делает человек. В частности, вы можете ходить во время диктовки, ходить просто по комнате. Объясню, что происходит. Система, современная система распознавания речи адаптируется к громкости звука. Если чуть-чуть громкость звука съезжает, например, вы уходите в другой конец комнаты, вот эта вся адаптация, она слетает очень быстро. И все современные системы, если вы просто вот в процессе разговора уйдете на другой конец комнаты, вы увидите, что они перестают вас понимать. Есть такие более сложные вещи, как вы можете говорить одновременно с другом, естественно, ничего не будет распознаваться. Можете кричать, можете включать музыку на заднем фоне, ну, в общем-то, есть куда стремиться. Для того, чтобы делать современную систему распознавания речи на уровне Гугла и на уровне, скажем, Яндекса или другой большой компании, на самом деле вы можете использовать опенсорсные средства. Это хорошая новость. В частности, есть такой современный пакет Caldi, развиваемый в американском институте Джонни Хопкинси. Очень мощный, очень такой академический, используемый во всех публикациях. Кроме того, используемый в различных компаниях, таких как Amazon, Facebook, практически все его используют. Он доступен под свободной лицензией, просто скачиваете его, включаете туда свою модель, тренируете данных, тренируете на своих данных и получаете вполне такую приличную систему распознавания речи для какой-то задачи, которая вам нужна. В Caldi есть очень интересные алгоритмы, которые отличают его от других систем распознавания речи. В частности, это тренировка на грязных данных. Вот то, о чем все говорят, мало кто реализует, но на самом деле это очень удобно. То есть вы можете необязательно точно транскрибированные данные туда подавать, или даже можете подавать звуковую речь без транскрибирования, просто звуки. И Caldi вполне прилично на этом учится и дает хорошую точность. Кроме того, недавно, например, они добавили декодирование на GPU. Это очень прорывная технология. Технология позволяет декодировать в 3000 раз быстрее, чем звук произносится. То есть за одну секунду компьютерного времени на GPU вы можете одновременно декодировать 3500 секунд речи. Это, в общем-то, прорывная вещь в том смысле, что это очень сильно снижает стоимость декодирования. Если сейчас рассматривать платные сервисы, в частности сервис по распознаванию речи от Google или от Яндекса, можно сказать, что по себестоимости они продают минуту декодирования в 100 раз дороже, чем она им стоит. То есть в 100 раз дороже, чем стоит компьютерное время. И это без вот такой технологии, которая еще в 100 раз быстрее ускоряет декодирование. Таким образом, вот с помощью Caldi можно делать в 1000 раз более дешевое декодирование, чем вы можете сделать с помощью Google, с помощью Яндекса или с помощью еще кого-то. Кроме того, у Caldi очень хорошая поддержка, сильная команда, которая может помочь с любыми вопросами. Есть хорошие примеры, которые вы можете просто запустить и воспроизвести то, что там получается. Команда Caldi отслеживает последние новости в исследованиях по распознаванию речи и достаточно быстро их реализует. В частности, где-то с полгода с задержкой после публикации результата Google, они реализуют это в своей системе. В общем-то, система, которой можно пользоваться сейчас и делать все, что хочется. И так, как я сказал, рецепт для своей системы распознавания речи, очень многие говорят, мы имеем нашу уникальную систему распознавания речи, достаточно простую. Вы качаете Caldi, качаете с YouTube 2000 часов речи, тренируете это с помощью стандартных рецептов и запускаете. У вас получается ваш сервис, который вы можете везде использовать. Кроме того, кроме Caldi, сейчас эта тема распознавания речи с открытым исходным кодом достаточно популярна. Появляются несколько других платформ, которые соперничают с Caldi и заявляют, что они достаточно самые лучшие. Но на самом деле не все там так чисто. Вот, например, одна из недавних платформ, которая активно так анонсировалась, это фейсбуковская платформа Wave2Letter. Потом Mozilla уже несколько лет, они ведут проект по распознаванию речи и очень так активно его анонсируют. На самом деле вот эти вот системы, это то, что я не рекомендую использовать. Они достаточно хорошо рекламированы, но что на практике вы видите? На практике получается, что чтобы достичь точности такой, как Caldi, нужно использовать либо огромные объемы данных, либо как-то сложно тренировать. И, в общем-то, ничего хорошего не получается. Обычно люди просто теряют время. В результате получается система, которая недостаточно богата. В частности, она, например, не выводит временные метки для слов, которые распознаны. Об этом авторы часто не упоминают. Но в то же время они очень много рекламируют это в различных источниках, на конференциях. Поэтому тем выступает, в общем, у Mozilla большое комьюнити, которое его поддерживает. Но вот как-то у них не идет этот процесс. Так же, как и с телефоном. Они пытались телефон несколько лет делать, делали-делали, но так, в конце концов, забросили. Но на самом деле, вот еще немножко могу сказать про синтез речи. Синтез речи тоже сейчас доступен. Это такой вот нейросетевой пакет. Много вариантов. Но я рекомендую попробовать пакет от NVIDIA. Достаточно долго тренируется. Не совсем идеальное качество синтеза получается, но тоже это вот опенсорсный продукт, который можно использовать и который сейчас многие используют. В частности, например, Mail.ru, если вы знаете, они там очень часто на конференциях рассказывают про свой ВВРНН, который достаточно неплохо звучит. Там Сбербанк тоже использует ВВРНН, который тоже звучит более-менее. Ну вот тоже, когда вам говорят, что наша система синтеза речи производит идеальный звук, просто попросите их продемонстрировать какую-то нетривиальную интонацию. Обычно вот в таких системах, которые нейросетевые, которые тренируются, интонация всегда недостаточно натуральная. Их очень легко отличить по вот этому признаку. А в индустрии у нас сейчас ситуация достаточно сложная. Заключается она в следующем, что объемы данных, доступные для тренировки системы речи, они огромные, они доступные. То есть данных просто можно накачать терабайты и остается только правильно с ними работать. Кроме того, применяются сложные архитектуры. То есть то, что предлагает Google, то, что предлагает Facebook, это всегда очень многослойные, очень сложные архитектуры с различными зависимостями, которые нелегко реализовать. И кроме того, их нелегко натренировать, просто потому что это требует очень большого времени. Есть мега-корпорации, которые применяют свои рекламные технологии для того, чтобы сказать, что мы там самые лучшие, вот как Facebook. Поэтому ситуация такая достаточно печальная, потому что опенсорсные продукты, они не совсем успевают за тем, что делают корпорации. В результате, что делают люди? Люди качают опенсорсный продукт от Facebook, берут свои малюсенькие данные и начинают тренировать на своих, скажем, ноутбучных видеокартах. И это у них занимает неделю. Вот они неделю потренировали, что-то получили, ну так более-менее. Потом начинают тренировать заново, но в результате у них получается не то, не то, что делает корпорация. Хотя то, что делает корпорация, это, конечно, все описано. И вот как несколько примеров рассмотрим. В частности, Google открыто публикует то, что они делают в своей системе распознавания речи. А именно, они говорят об архитектуре, которую они используют. Это архитектура трансдюсера с выходами, подаваемыми на входы. То есть, такой вот сложный трансдюсер, который очень тяжело тренировать, который очень зависит от гиперпараметров. Они используют просто космическое число часов речи, которое они собрали, которое они собрали с YouTube, которое они собрали со своих пользователей. Они используют космическое число GPU-карт или вот именно своих адаптированных устройств, TPU-карт. И они используют очень такие продвинутые алгоритмы квантизации, которые позволяют им эту модель очень сильно сжимать. В результате получается достаточно точная система распознавания. Но в то же время воспроизвести вот такую архитектуру, к сожалению, несмотря на всю рекламу, что да, вот вы сейчас возьмете нейросеть, все запустите, практически невозможно. Просто потому, что вот эти вот 64 TPU, они стоят в неделю десятки тысяч долларов. Доступна вот такая штука только большим корпорациям. Дальше вот та же вот NLP-модель от Google, вот BERT, тоже они ее очень хвалят. Говорят, что вот используйте все, мы ее даем вам выложить. На самом деле, что происходит? Для того, чтобы натренировать такую модель со сложной архитектурой, нужно, опять же, огромное количество GPU-карт, нужно очень большое количество времени и нужно огромное количество текста. То есть, сами выскочать эту модель и использовать вы ее сможете, но воспроизвести вы ее на самом деле не сможете. Просто потому, что вот у вас не хватит вычислительных ресурсов. Причем, смотрите, я вот здесь пишу 4 дня на одну тренировку, но заметьте, это всего лишь одна тренировка. Каждый, кто занимается нейросетями, знает, что вот мы запустили одну тренировку, там потом нам как-то не понравилось что-то в архитектуре, не понравилось что-то в гиперпараметрах. Мы должны запустить еще одну тренировку, еще одну, еще одну, еще одну. Обычно для того, чтобы сделать хорошую модель, нужно сотни итераций. Поэтому, если вы здесь видите 4 дня на одну тренировку, получается, что для того, чтобы разрабатывать архитектуру так же, как Google, вам нужно тратить, скажем, 400 дней просто на то, чтобы сделать вот такую штуку. Естественно, вы сделать такое не сможете. То же самое, тем же самым занимается Facebook. Вот они, например, тоже выложили модель языковую, натренированную на различных языках на Википедии. Опять же, они использовали огромное количество GPU-карт, которые тренировались там неделю. Но зато эта модель получилась суперотличной, и она бьет все рекорды. То же самое делает Amazon. Сейчас Amazon – это лидеры в синтезе речи. Они делают очень неплохой синтез речи для Алексы и продают его. Поразительная недавняя статья. Вот они взяли как бы все языки сразу. 17 сразу языков, взяли 70 человек дикторов. То есть это огромный массив данных. Взяли 140 часов записей и тренировали на огромном количестве GPU. У них получилось все. Их модель стала отлично работать. Но понятно же, опять вот такую вещь вы воспроизвести у себя дома в лаборатории никогда не сможете. Просто потому, что у вас вот ни времени столько не будет, ни столько GPU-карт не будет. Ну может быть только Сбербанк, который все карты скупил, что-то такое может делать. Итак, возвращаясь к задаче распознавания речи, что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем огромное количество данных, которые мы можем обрабатывать. То есть, например, если вы возьмете контакт-центр, который записывает, там, скажем, сидит 100 девочек, который постоянно общается с клиентами, естественно, все эти разговоры записываются. Огромный объем данных сохраняется на дисках, то есть это терабайты речи. Точно так же у нас есть ассистенты, которые записывают, все команды, которые им подают. Есть у нас данные на YouTube, на которые можно скачать тысячи часов для десятка языков. То есть вы просто берете, заходите на YouTube, выбираете новостной канал для того языка, который вас интересует, и просто все это дело скачиваете, и у вас терабайты речевых данных, на которых вы можете обучаться. То есть с данными проблемы сейчас никакой нет. А вот есть проблемы небольшие с алгоритмами. То есть хотелось бы, конечно, от алгоритмов какие-то человеческие качества, которые сейчас исследуются, но в практике они отсутствуют. Ну какие вот качества перечесть? Например, обучение на грязных неразмеченных данных. В Калде это есть, а во многих NLP пакетах это не так поддерживается, потому что для обучения на неразмеченных данных нужны специальные алгоритмы. Обучение на всего лишь нескольких примерах. То, что человек делает, вы ему говорите, просто я вот этот звук распознаю так-то. Достаточно несколько примеров всего человека привести, человек научится. Нейросеть такая, как нейросеть от Калде, она, конечно, не научится. И тем более нейросеть от Гугла, вот такая вот мощная, она не научится никогда. Ее придется перетренировать с нуля для того, чтобы нормально какой-то необычный звук распознать. Ну далее вот здесь я перечислил непрерывное обучение. То есть когда мы в процессе работы изучаем нашу систему, понятное принятие решений, какой-то жизненный опыт, похожие языки. То есть это все как бы то, что отличает нас от нейросетей. И как вот это все реализовать, это большой вопрос. Есть много публикаций, которые говорят, давайте вот one-shot learning, то есть обучение на одном примере реализуем с помощью претренированной нейросети. И вроде бы это будет работать, но на самом деле не все вот такого исследования достаточно честны, чтобы сказать, что вот все это работает только для каких-то специфических задач. И не всегда работает вот так, как бы мы хотели. И кроме того, вот все тулкиты, которые я перечислял, тот же DeepSpeech, тот же Cald, они на самом деле ничего из этого не поддерживают. Поэтому вот задача поддержки системы, которая будет работать вот так, это, конечно, задача такая стратегическая. Итак, чтобы приступить к этой задаче, чтобы понять, как мы предлагаем ее решать, на самом деле вот мы предлагаем еще подойти к Платону, то есть к его идее о том, что любое знание – это просто припоминание того, что было уже известно, идеальной душе. Вот эта идея о припоминании, она на самом деле кажется довольно абсурдной, если вот так подумать. Но в анализе, если рассматривать, как человек изучает или как человек воспринимает речь, на самом деле вы можете даже сами попробовать понять и воспроизвести вот эти ситуации. В частности, вы можете вот вспомнить, какую речь вы слышали, скажем, сегодня утром. Просто вот попытайтесь вспомнить, и эта речь прям точно-точно зазвучит у вас в голове. То есть это о чем говорит? О том, что вот вы просто запомнили то, что случало, и потом, может быть, в этом мозгу у вас что-то отложилось, и вы как-то это применяете. Другой пример, который тоже достаточно интересен, это то, как человек воспринимает музыку. Современная музыка, она достаточно такая однообразная. Вот есть, например, классическая музыка, в которой есть некоторые шаблоны, которые достаточно часто меняются. И вот проследите за собой, как вы воспринимаете эти шаблоны. На самом деле, вы можете даже увидеть, что ваша коротковленная память, вот эти шаблоны, она реально запоминает и сравнивает с тем, что вы сейчас слышите. И вы можете понять, что вы видите какие-то повторения, вы можете понять, что вы видите какие-то вариации. То есть процесс запоминания, он идет постоянно, и на самом деле, вот обработка сигналов, если не говорить о логике, это по большей части просто запоминание, а не какой-то сложный анализ с помощью нейросетей. Вот Google тоже с этим столкнулся в 2007 году, когда нейросети еще не появились, но уже они работали с большими объемами данных. Они тоже подошли к такой идее, вопрос был следующий. Вот у нас есть терабайт текста, свеба, скачанный терабайт, как на нем научить языковую модель? Языковая модель это то, что предсказывает следующее слово по предыдущим. Вот у них была такая задача, и что они придумали? Вот если действительно учить стандартную языковую модель со сглаживанием, с княстернеем, то такое обучение потребует огромных вычислительных ресурсов и займет огромное количество времени. Если учить нейросеть на терабайте данных, вы будете учить даже с гугловскими ресурсами, вы будете учить год или два. Они придумали следующее. Давайте не будем изучать сложные модели, давайте сделаем пуропростую модель, то, что называется простое сглаживание, stupid back-off. И давайте просто сделаем огромную базу данных, в которых мы будем наши тексты складывать, и из которых будем искать то, что нам нужно проанализировать. Искать, причем они предлагают с достаточно интеллектуальным поиском, с помощью блум-фильтров, то есть такой достаточно сложный алгоритм. Но вот у них получилось неплохо. То есть они смогли натренировать модель на терабайтах данных на огромной распределенной инфраструктуре с простым математическим аппаратом, просто сохраняя это все в память. И потом из этой памяти выискивая. Достаточно неплохой у них получился характеристика перевода с помощью такой модели. Но вот недостаток, конечно, в том, что модель такая огромная, она никуда не вмещается, ее достаточно тяжело использовать. Потом, с наступлением эпохи нейросети, они немножко от этой работы забыли. И вот наша идея о том, что на самом деле стоит задуматься над этой проблемой, и к этой проблеме вернуться, и, может быть, вернуться к этому подходу. То есть подходу по распознаванию речи с помощью вот такой вот большой базы данных, достаточно несложного запоминания, но в то же время с интеллектуальной организацией запоминаний и поиска. Вот недавно мы как раз выложили на GitHub проект ВОСК, как раз посвященный вот этому подходу. И, как нам кажется, он будет достаточно перспективным в новых системах распознавания речи, потому что действительно он обладает многими качествами человеческими. В частности, вот у нас есть огромная база данных из сотни тысяч часов, которые мы взяли с YouTube. У нас есть много различных языков, то есть никаких проблем распознавания нескольких языков сразу не существует. Кроме того, в эту базу данных, понятно, мы можем складывать новые примеры, мы можем эти примеры анализировать. В частности, если мы встретили какой-то сигнал, мы просто находим похожий пример и забираем его из базы данных и принимаем решение о том, что действительно это нам что-то новое встретилось, или, может быть, мы встретили то, что мы уже видели. Очень легко нам диагностировать то, что мы распознаем. В частности, если мы видим какой-то кусочек речи, мы этот кусочек речи смотрим в базе данных, сводим его к какому-то известному кусочку речи, и по известному куску речи мы можем понять, что было ли такое принятое решение правильно, или оно было неправильно принято, или это была какая-то ошибка разметки. То есть, те все качества, о которых я говорил, обучение на нескольких примерах, возможность дообучения, все это здесь присутствует. Немножко подробнее расскажу о том, как это все внутри работает. На самом деле, вся эта система напоминает тоже достаточно популярные системы по индексации музыки. Если вы знаете, есть такое популярное приложение Shazam, которое позволяет запись искать, просто вы включаете, и она вам пишет, что это за песня играет. В Гугле есть такое приложение, потом Яндекс недавно тоже что-то подобное делал. Эти приложения, они немножко нетрадиционны для распознавания речи, но достаточно часто применяются для музыки, естественно, с немножко другими параметрами и подходами. Итак, вот когда у нас есть речь, вот эта речь, запись сигнала, есть спектрограмма, что мы делаем? Мы просто режем вот эту речь на кусочки, каждый кусочек обсчитываем и складываем базу. Что здесь вот как бы не дает, не давало создать такую систему раньше? На самом деле, вот важное понимание здесь, какой длины должен быть этот кусочек. И вот это достаточно критичный вопрос, потому что в старых системах распознавания речи длина анализа, она была очень коротенькой. Старые системы распознавания речи, построенные на HMM, они где-то анализировали десятую долю секунды. То есть каждую десятую долю секунды они анализировали, пытались понять, что это за звук, и потом как-то комбинировали. Но если вы сами вот возьмете просто запись и послушаете десятую долю секунды, то вы поймете, что десятая доля секунды – это достаточно короткий промежуток времени, и ничего не понятно, что это за звук был произнесен. И вот с нейросетями, на самом деле, вот этот промежуточек, он как раз за счет того, что нейросети более глубокие, он рос, рос и рос. И вот сейчас в современных системах на основе нейросетей как раз и применяются интервалы речи где-то порядка полсекунды. Полсекунды до секунды. Если вот вы послушаете уже полсекунды, вы можете понять, да, я понимаю, что это за звук. То есть мне понятно, что здесь произнесен там U, A, а не что-то среднее. То есть вот такая длина анализа, полсекунды, она достаточно разумная для распознавания речи. И вот это и позволяет создать хорошее индексирование. Потому что маленькие промежуточки мы не сможем проиндексировать, а большие будут слишком разнообразны. В музыке, вот как раз в приложениях анализа аудиоконтента, там вот эти кусочки, они на самом деле побольше. Там вот в музыке обычно это 10 секунд. Тот же Shazam, он использует 10 секунд записи для того, чтобы понять, что это было за композиция. Далее, вот то, как складывать. Здесь тоже подход достаточно стандартный. Это известный алгоритм локального чувствительного хеширования. Суть состоит в следующем, что если у нас есть непрерывная пространство точек, мы можем как-то нашу область разбить, и по положению этой точки мы сопоставляем ей некоторый бинарный код, который будет говорить о том, что из себя эта точка представляет. Причем важное здесь условие состоит в том, что если мы точку чуть-чуть смещаем, то у нас вот этот бинарный код практически не изменяется. Может быть, один или два бита поменялись, и все. Такое свойство позволяет создавать действительно огромные базы данных сигналов и очень легко в них искать. Причем подход именно к индексированию, к составлению хешей, он может быть различный. Вот самый патентованный такой секретный алгоритм, за который досталось одному программисту, применяемый в Shazam, он достаточно интересен и нетривиален. Состоит он в следующем. Вот у нас есть спектр музыкальной композиции. Мы отмечаем в этом спектре вот такие вот всплески энергии, специальные точки. И дальше вот по вот этим точкам мы строим так называемые созвездия. То есть вот по точкам находим вот здесь вот ближайшие и вот смотрим их расстояние до них, кодируем их бинарными числами и складываем базу. Вот этот подход, например, он для музыки очень хорошо работает, но для какой музыки, сами вот подумайте. Какая музыка вот хорошо оцифровывается таким вот подходом? Ударных много, правильно. То есть когда много у вас там всяких бум-бум, тогда хорошо все. Когда у вас речь или какое-то пение, когда у вас сигнал изменяется плавно, тогда вот такая схема не совсем работает. И вот можете даже посмотреть, что Shazam для классической музыки практически не работает. Практически они не могут ничего там отловить. Ну вот Google занимался тем же самым. Алгоритм Shazam он не применял, потому что он запатентованный. Что они делали? Они делали немножко другую схему, но тоже такую интересную. То есть они берут спектрограмму, режут ее на кусочки, а дальше они тут вейвлеты применяли, потом брали у вейвлетов большие индексы, потом применяли вот такой MinHash алгоритм, который чуть-чуть устойчив к перестановкам. Вот у них и четырехэтапный получился такой хэш, который тоже достаточно неплохо отлавливал композиции и отлавливал вот эти все частотные изменения. Вот для речи что-то подобное больше имеет смысла. Сейчас мы, конечно, экспериментируем с алгоритмом хэширования, но вот надеемся найти достаточно неплохой алгоритм хэширования, который будет нам правильно складывать в базу. Итак, что сейчас получилось? Есть у нас проект на GitHub, который мы планируем развивать. Он сейчас в начальной стадии, конечно, такой достаточно экспериментальный, но он будет развиваться. Я думаю, из-за того подхода, который в нем заложен, он будет достаточно популярный. Сейчас же уже вы можете взять большую базу данных речи, проиндексировать. Точно так же можете взять новый кусок речи и по этому индексу сравнить, действительно ли ваши распознанные кусочки совпадают с тем, что вы ожидаете. К сожалению, пока мы вот эту сегментацию, о которой я говорил, не делаем, но в принципе ее можно будет делать. Есть некоторые идеи, в частности, часто раньше развивались, особенно в российской школе, идеи по сегментации с использованием акустических признаков с помощью вот этого хаоса, который в шипящих звуках. То есть, идей по сегментации много. Но вот на данный момент мы пока еще используем Caldi. То есть, сначала у нас есть стандартный распознаватель, который анализирует звук, разбивает его на фонем, и потом каждый кусочек по полсекунды с использованием фонем мы заносим в базу и верифицируем. В планах, что здесь можно сделать? Конечно, работы тут много. Вот в этой парадигме тут можно много чего сделать. В частности, можно делать огромные распределенные базы. Это было бы интересно, если бы, скажем, несколько организаций могли вот так вот обсчитывать все, потом все это сливать и взаимодействовать друг с другом для того, чтобы получить именно общую систему речи для различных языков. Конечно же, мы знаем, что нам нужно декодировать на мобильных устройствах, и это направление, которое нельзя оставлять. Но, к сожалению, современные мобильники, они недостаточно емкие в плане памяти, поэтому они недостаточно подходят под эту инфраструктуру. Я надеюсь, что в будущем, может быть, лет 5-10 появятся мобильники с терабайтами оперативных. Которые будут действительно интеллектуальные. На самом деле, если вы об этом подумаете, то даже человеческое знание, такое как Википедия, оно требует огромный объем информации. Если вы хотите иметь доступ к нему на мобильном, то тут деваться некуда. Вот нужно именно большой объем памяти на устройстве иметь. Ну, посмотрим, как это будет. Вот, пока это развивается так. Вот наши контакты. Если будет интересно, давайте общаться. Вот сейчас у нас есть Симью Сфинкс. Это наш старый канал, достаточно активный, который по распознаванию речи. Есть русский канал, если вам более удобно на русском языке общаться. Ну, и можете просто мне писать. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Очень приятный доклад. Скажите, вот вы много говорили о том, как вы хашируете звук, звуковый файл. А как вы потом его на текст отображаете? Или вы не отображаете на текст? На данный момент мы верифицируем. То есть мы смотрим по хэшу в базе данных и смотрим, какие в базе данных уже есть кусочки с похожим звуком. И по этим кусочкам мы смотрим, какие там были фонемы. То есть в текст вы в итоге не переводите его? Это в текст переводит Caldi. То есть Caldi сначала дает некоторую гипотезу, а потом эту гипотезу мы дополнительно проверяем по большой базе. Но в будущем мы будем декодировать. Понятно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как производится выборка признаков из звукового сигнала для подобных систем? Насколько я знаю, в случае с Caldi это частотный спектр или даже мелочастотные кепстральные коэффициенты. Были ли варианты использования, например, нейронных сетей, типа LSTM, для просто анализа звуковой волны и работать таким брутфорсом? Да, и такие проекты есть. Это WaveNet, он не только для синтеза речи, но и для распознавания есть. На GitHub можно поискать такой проект. WaveNet для распознавания. Естественно, он работает очень медленно, но можно попробовать. Как я говорил, уже мы стараемся специально отойти от нейронных сетей из-за проблем, которые там есть, в частности, с устойчивостью. Сейчас мы применяем просто мелэнергии. Не мелкепстр, а лог мелэнергии. Но, в принципе, можно здесь достаточно сложные хэши строить. И в идеале, конечно же, о чем я хотел сказать, что для распознавания обычной речи без наложений, конечно же, мелэнергии это более-менее. И давно показано, что они более-менее. А вот есть современные работы, и на самом деле это легко понять, что вот та фаза, которую мы отбрасываем в мелвычислениях, она очень полезна для наложенных сигналов. То есть, если у вас есть фаза, вы как раз можете гораздо более точно разделять сигналы по фазе. То есть, вы можете отслеживать, как фаза изменяется. Поэтому, конечно же, хотелось бы не просто сам сигнал, но еще и фазу как-то учитывать вот именно в контексте наложенных сигналов. Я думаю, что у нас осталось время на последний вопрос. А дальнейшее общение со спикером можно продолжить в экспертной зоне. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Вопрос такой. Первая часть доклада была, скажем так, очень пессимистичная на тему того, что большие корпорации разрабатывают сложный большой продукт, которые действительно хорошо работают, и вы это не повторите никогда самостоятельно, будучи там даже какой-нибудь средней величины компанией. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, есть ли будущее у корпоративных разработок, если это компании не размера Яндекса или Фейсбук, или же вот эта идея все делать as a service и выкатывать в облака, она достигнет какого-то низного уровня, когда дешевле будет просто арендовать уже готовые на тренированной сети, и не будет смысла в разработке внутри компании каких-то технологий. Спасибо. Ну, как я говорил, к этому все идет на самом деле. То, что маленькие компании, они бегут за паровозом. Они делают нейросеть, через полгода Google выкатывает новую архитектуру, они бегут делать эту новую архитектуру, бегут тренировать, тренируют, 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 и Google снова новую архитектуру выкатывает. То есть, я вижу то, что сейчас люди делают, и не сказал бы, что это осмысленная деятельность. Спасибо. 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 Спасибо.